Добрый вечер, друзья! Традиционный эфир, который называется «Истрим этот мир вместе». Сейчас я подожду, когда все приснитесь, и мы начнем нашу совместную работу. Для тех, кто первый раз на моем эфире, пару слов. Этот эфир посвящен тому, что я оказываю мини-консультацию тем, кто подал на нее заявку, отрабатываю их запрос, и вместе с тем, все, кто просматривает этот эфир, точно так же получает исцеляющий оздоровительный эффект. Тем более, если истории героев, которые сегодня будут выступать, и с которыми будет вестись работа, напоминают те случаи, те ситуации, в которых вы сами оказываетесь. И уже много отзывов поступает от тех, кто просто смотрит мои эфиры, или посмотрел даже какой-то один эфир, что-то понял, или у него прошла боль, или исчез диагноз, или он изменил мнение о чем-то, либо просто произошел инсайт. И благодаря такой открытой совместной работе, меняется весь мир, в котором мы живем. Поэтому этот эфир называется «Истрим этот мир вместе». Для тех, кто первый раз, как подать заявку? По хэштегу «Истрим этот мир вместе», если вы вместе эти словосочетания пишете, вы увидите посты с моей фотографией и с этой надписью. Под постом есть хэштеги. Ваша задача сделать репост этой фотографии и подписать все хэштеги, тот текст, который есть, на вашей странице. Тогда я проверю всех тех, кто заново новые заявки подал, для новичков, и вы попадаете в мой список. Те люди, которые за последнюю неделю это сделали, я сейчас не успел вас сегодня внести, поэтому на следующий раз ожидайте, вы добавитесь. Я всегда даю вначале слово, или беру тех, кто давно ждет. Некоторые ждут год, некоторые больше, если вы сегодня с нами на связи, если вы давно ожидаете, напишите, я жду год, или я жду два. И если такой человек первый найдется, я проверяю, есть ли вы в списке, и после этого мы с вами начинаем работать. Где посмотреть, что посмотреть, я дам нужного, напишите, я больше года. Как найти предназначение, для этого есть у меня тренинг, который так и называется. Предназначение, повтор будет уже в следующем году. Следите за анонсами. Думаю, что где-то в течение двух недель, или самое перед Новым годом, уже будет программа на следующий год вывешена. Ну, давайте, тату калибри, действительно, основа такой давнешний, но, скорее всего, в начале этого года. Тату калибри. Рассмотрим ваш запрос. Выделю ваш ник. Здрасте. Здравствуйте. Как вас зовут? Яна. Яна. Слушаю вас, Яна. В чем ваш вопрос? Мой вопрос в том, что я не могу есть при ком-то. Не могу есть при ком-то. Это даже касается домашних ваших близких людей? Вообще любого человека. Так. Что вы делаете, когда вы себе готовите пищу, или вам кто-то ее готовит? Что я делаю? Ну, готовлю. Ну, с какими-то положительными эмоциями. Так. Дальше что вы делаете, чтобы съесть? Ну, если я приготовила, я кто-то, допустим, рядом находится, я не буду есть. Прямо до тех пор, пока вот кто-то рядом, я буду умирать с голода, но есть не буду. Яна, давно это у вас? Четыре года. Четыре года. Сколько вам сейчас полных лет? Двадцать четыре. Двадцать четыре. Что в двадцать случилось такое, что повлияло на такое поведение? Я точно не помню, что произошло, но мне кажется, это было в тот день, и с того момента сидела с друзьями, и друг приготовил, ну, еду для всех, и предложил всем покушать. Я не хотела, то есть я была сыта, ну, и прям, то есть я не хотела кушать, не от того, что вот что-то уже произошло, просто не хотела. Ну, как бы я отказалась. Я сказала, что, ну, нет, я не хочу, и все. И вот мне кажется, именно с этого момента какая-то пошла программа, что вот нет, я не хочу, нет, я не хочу, и все. Так, ну, думаю, что программа не с этого момента пошла, она просто запустилась с этого момента. А откуда она на самом деле пошла, мы можем сейчас выяснить. Это единственное, что вас беспокоит? Да, пока да. Окей, вы с кем живете? Одна, вот именно по этой причине одна. А в 20 лет с кем вы жили? Жила с парнем. Так. Учитесь, работаете? Работаю. Где? Букметерская контора. Так, вы там одна работаете? Ну, да. То есть это проще, да, на работе? Да. Захотелось, да, раз там перекусить. Как-то более-менее тут могу, да. И поэтому и такую работу выбрали, что никого нет вокруг? Да. Это тоже повлияло. Много что, на много что влияет, влияет вообще на все. Какие-то компании с друзьями никак, какие-то праздники. Я понял, Ян. Но если это единственный запрос, то мы сейчас его отработаем. Итак, представьте. Как самое важное. Представьте, что к вам пришли гости. Вы с собой еду принесли. И плюс вы что-то приготовили. Какой-то там день рождения или что-нибудь в этом роде собирается. И все начинают накрывать на стол. У вас дома. Или вы им начинаете накрывать. Вы хотите кушать в этот момент. Что происходит дальше? Тарелка перед вами. Еда на столе. Я просто буду сидеть. Как бы скажу, что я сыта, я не хочу есть. Я пошла дома и поела. Как я это чувствую, что я не буду есть при всех? Ком. Я не могу. Вот тут. Я не могу проглотить еду. Так. Окей. Вот это ощущение. Ян, вот это ощущение. Вы поймайте своим вниманием. Сконцентрируйтесь на нем. Мы пойдем в прошлое. Посмотрим, откуда на самом деле оно пришло. Договорились? Хорошо. Я буду называть годы вашей жизни. А вы будете говорить. Остается это ощущение или пропадает? Хорошо. Договорились, да? Скажите себе, мне 20 лет. Есть это ощущение в вашем теле? Да. Мне 10 лет. Да. Мне 1 год. Нет. Мне 5 лет. Да. Мне 3 года. Да. Мне 2 года. Да. Мне снова 1 год. Что такого в 2 года в моей жизни произошло? В результате чего это ощущение в моем теле появилось? У меня была врожденная патология. В 2 года ее обнаружили. Какая? У меня был увеличен кишечник. Так. И на основе этого, ну как бы все время была интоксикация. Как это выражалась? Как это выражалась? Выражалась тошнотой, сильной, сильными запорами, больницами, капельницами. И вот это вот. С 2 лет это началось или это ранее было? Обнаружили врожденную с 2 лет. Ну, было ранее, но как бы не подавала признаков, так скажем. Начала подавать все вот где-то с 2 лет. 2 лет. Вот что вы с этим ощущением самое яркое вспоминаете в этой истории? Как там вас, вам это обнаружили? Что вам предлагали? Какое лечение и так далее? Какой самый этап болезни? Я помню просто страшные моменты. Хотя я была совсем маленькая. Вот 2-3 года я помню, как ездили в больницы. Я помню такие моменты, как ехали в автобусе, и мне стало плохо. То, что я ела, потом выходила наружу. Вот я помню вот такие вот эти страшные моменты. Помню, как скорую вызывали, потому что опять была интоксикация. Ну, вот это плохое с детства, я помню. И все это на людях, естественно, тоже пока вам 2 года было? Да. Окей. Когда проблема эта решилась? Когда мне исполнилось лет, наверное, 6. Так, просто легче стало или операцию делали что? Нет, не стало легче. Ну, когда я еще была маленькая, мне мама рассказывала, что сказали врачи, что нужно подождать, чтобы организм вырос, и кишечник встал в норму. Он был увеличен, он встал в норму. И то есть, со временем, действительно, я выросла, и как бы эта проблема прошла. А вот эти вот воспоминания, они у меня остались. Они остались. Отлично. Итак, Ян, давайте с этим поработаем. Скажите себе, мне один день я в животе у своей мамы? Мне один день я в животе у своей мамы. Как там ощущения? Все. Не очень? Не скажу, что хорошее. Что там не нравится? Ну, я просто знаю о том, что отец меня не хотел, чтобы я рождалась. И как-то я понимаю, что я не совсем желанна была ребенком. За год до моего зачатия как ощущения? Хорошо. Хорошо, представьте, что в этом возрасте к вам приходит Бог и говорит, дорогая Яна, в твоей жизни получится так, что, когда тебя будут делать родители, ты будешь чувствовать, что ты не совсем желанный ребенок. Твой папа будет не готов к отцовству. Но все это для любви, для радости и счастья. Это для того, чтобы ты почувствовал себя абсолютно здоровый, уверенный в себе. И в будущем для того, чтобы у тебя все легко и просто в жизни складывалось, доставляя себе огромное удовольствие и наслаждение. И если в твоей жизни получится так, что в возрасте двух лет у тебя обнаружат, врожденную патологию кишечника, и тебе при этом будет очень плохо, тебя будут тошнить, тебя будут вызывать скорую, и ты в этот момент будешь пугаться за свое здоровье и жизнь, то все это для того, чтобы в этот самый миг ты почувствовал себя абсолютно счастливый, уверенный в себе и чувствуешь, что в будущем этой проблемы у тебя никогда не будет. И это для того, чтобы ты была настолько в себе уверена, что не видела никаких преград в этой жизни. И это для того, чтобы ты уверенно в себе управлял бы твоей самооценкой, твоим восприятием окружающей действительности и помогал бы тебе в жизни, доставляя тебе огромное удовольствие и чувство радости. Как ощущения? Жар такой. Жарко в теле стало, да? Да. Итак, пришли ко мне друзья. Пришли ко мне друзья. Накрыли поляну. Тарелка передо мной. Я себе положил там вкусный кусок чего-то, что вы любите есть. Ну, еды. Итак, я ем? Я хочу. Так, я хочу. Я ем при друзьях? Не могу. Нет, я просто представляю, что... Так, что происходит? Смотрят и как-то... Я не знаю, почему они должны меня смотреть, но они смотрят. Так, и это смущает? Это не то, чтобы смущает. Как-то не по себе. Не по себе. Отлично, сейчас поработаем еще. Там кое-что надо добавить. Итак, снова за один год домой изучайте. В этот момент ко мне приходит Бог и говорит, дорогая Яна, в твоей жизни получится так, что в возрасте двух лет у тебя обнаружат порожденную патологию, и тебе будет не по себе. Тебя будет часто тошнить, рвать, будут вызывать скорую, и у тебя будут признаки интоксикации организма. И это тебе будет очень тяжело физически даваться. Но все это для любви, радости и счастья. Это для того, чтобы в будущем ты себя почувствовал абсолютно здоровой, счастливой и уверенной себе девочкой в будущем женщиной. Это для того, чтобы ты легко и просто принимал пищу с любыми людьми, и чтобы еда тебе доставляла удовольствие, и создавала бы тебе ощущение жизни, уюта и комфорта. Это для того, чтобы ты четко знал, что тебе нужно скушать для того, чтобы быть здоровой, и чтобы еда восполняла те силы, которые тебе необходимы для того, чтобы жить, наслаждаться ею и самореализовываться. И если в жизни получится так, что в возрасте примерно 20 лет ты начнешь испытывать дискомфорт от того, что в обществе ты не можешь кушать, то это для того, чтобы ты в этот самый миг ощутила дар безусловной любви, и получала бы удовольствие от общения, от приема еды вместе с другими людьми, и чтобы совместная трапеза тебе доставляла огромное удовольствие и чувство наслаждения. Как ощущения? Опять жара. Так, все еще сильнее стало, да? Да. Так. Как сейчас? Что дальше происходит? Ну, как-то хорошо. Хорошо стал? Да. Как-то ком туда проваливает. Провалился. Прекрасно. Итак, я с друзьями, нам хорошо, мы приготовили вкусный обед. Допустим, что вы там любите, жаркое или что-то, да, спагетти, допустим, да? Все люблю, в принципе, вообще. Все, все ядное. Окей, ну, вкусные спагетти вы приготовили, с сыром, как полагается, да? Как ощущения? Уже лучше, чем в первый раз. Так. Не подступает ком. Не подступает. И я начинаю есть вместе с друзьями эту вкусную еду. И как вы себя чувствуете в моментах? Проходит. Нормально. Проходит. Не чувствую какого-то кома. Ну, в общем, ждите завтра в гости друзей или пригласите их специально и посмотрите, как вы себя будете. Я попробую. Я думаю, что никаких проблем уже не будет. То есть, понимаете, что эта история возникла не в 20 лет, а давно. Просто она запечатлелась с детства. В 20 лет, когда вы стали повзрослее, это актуализировалось, поскольку... Оно просто проявилось, да, вот в 20 лет. Потому что надо общаться с людьми, надо поддерживать социальные контакты, а вы от общества ощущали дискомфорт с самого детства. Всегда, всегда общалась, всегда любила людей, друзей, большие компании, общение. А вот все пошло резко наперекосяк. Ну, сейчас я говорю. Все это наперекосяк пошло только к одному, чтобы почувствовать себя все-таки счастливой, понять, как это важно общаться с людьми и уметь открыто с ними разговаривать. Теперь вы этот талант, этот дар общения воспринимаете более четко, более ясно, да, и понимаете, что трапеза совместная, да, несет сакральный смысл и позволяет разрешить множество ситуаций. Не зря люди, когда ведут деловые переговоры, они обычно встречаются в ресторане, сначала не поедят, а потом они начинают что-то обсуждать. И пока они совместную пищу не примут, никто обычно не начинает какие-то сложные вопросы прорабатывать. Это вот как раз служит для того, чтобы почувствовать себя общим, да, настроиться друг на друга. Понятно? Да, поэтому я себя чувствовала как-то ущербной, так скажем. Что, я понимаю. А работа будете менять? Наверное, уже нет. Чего, нравится работа? Ну, в принципе, да, все устраивает. Ну, ладно, дело ваше. Хорошо, Ян, тогда мы пожелаем всем вам удачи. Спасибо вам большое. И новых достижений, да, счастливо. Спасибо. Так, друзья, идем дальше. Ну, вот все, видите, сколько мы, 15 минут работали и нет проблемы. Так, кто ждет полтора года? Лютус Ботус, вы где? Лутус Ботус. Давайте, пишите, кто там полтора года ждет. Кто-то там полтора года ждет. Классная девочка, да, согласен с вами. Так, забавно, я бы сказал даже так. Как вы понимаете, что нужно еще поработать. Вот симптом не ушел до конца. Сейчас я лутус возьму, симптом не ушел до конца. Когда он не ушел до конца, то надо просто еще глубже пойти и посмотреть, какая еще структура есть, какая программа стоит. Там она была. Ну, в общем-то, мы ее и поправили. Так, Лутус Дос. Да, у вас 419 номер, вы давно ждете. Сейчас я вас беру. Надеюсь, у вас прекрасный интернет. И мы с вами продуктивно поработаем. Здрасте. Вы меня слышите? Ой, подвисает. Сейчас меня слышно? Слышно, слышно. Мне слышно вас. Слышно, да. Вы мне немножечко подвисаете. Но, слава богу, хоть сейчас звук пошел. Вас как зовут? Меня Настя зовут. Настя. Что Настя вас заставила заявку отправить и в чем ваш вопрос? Меня мучает сонливость. Так, Настя, звук опять еще. Такой упадок сил. Настя завис... Ну да, проблемы. Настя, у вас скорость интернета... Настя, еще раз повторю вопрос. У вас скорость интернета хорошая. Картинка вроде ничего. Но она постоянно подвисает. И у меня пропадает звук с вами. Ну, я проверяла даже... Да, я слышу вас. Я проверяла. Но лучше быть не может в интернете. То, что вот есть скорость. Узнавала. А вы где находитесь? Оп, опять пропадает. Настя, вы откуда? Краснодар. В Краснодаре находитесь. Краснодар. Краснодар. Все, теперь я услышал. Итак, сонливость. Еще что? Депрессия. Вам придется повторять. Депрессия, сонливость. Так, депрессия. Что еще? Да. Опять не слышу. Упадок сил. Негативное. Ничего не хочется делать. Я слышу ровно... Так, я слышу ровно половину, к сожалению. Но картинка меня радует, что она хорошая. Но вот звук выпадает периодически. Что-то у вас там с провайдером в Краснодаре не то творится. Сейчас слышно меня, Настя? Да, я вас хорошо слышу. Я вас вообще слышу замечательно. Я хорошо вас слышу. Прекрасно. Вот сейчас до меня дошло. Итак, сонливость, депрессия, что еще? И, ну, нежелание что-то делать. Такое апатия. Вы при этом делаете, работаете или ничего не делаете? Дома лежите? Нет, я не дома лежу, но у меня трое детей, работа и, ну, приходится ходить. Так. Приходится ходить на работу, да? Угу. Так, сколько вам лет, Настя? Настя, я не расслышал. Сколько вам лет? Три. Слово три услышал, и потом все пропало. Настя, давайте я попробую вас переподключить. Может, просто какой-то, вот, на линии какой-то провал. Сейчас я попробую вас переподключить. Да, потому что так разговаривать невозможно, друзья. Я, конечно, стараюсь, чтобы у нас все произошло, но, тем не менее. Сейчас я попробую еще раз. Сейчас я вас попробую найти, еще раз попробую подключить. Так. Проблемы почем. Сейчас я вас найду еще раз, ваш ник. Еще раз подключаю. Потом чат и комментарии выключу ее, да? И, надеюсь, может, будет получше сделать. Итак, сколько лет, Настя? Опять пропадает. Настя, сколько вам лет? Тридцать восемь. Тридцать восемь. Давно эта история началась? Тридцать восемь. Это я уже понял. Давно эта история началась? Да, давно, с тридцати лет. Да, у меня это... Опять пропала. Как же, друзья, работают? С тридцати лет у меня это... С тридцати лет у меня это состояние... У меня накрыло такое состояние, пришла такая мысль, я не хочу жить, и все, вот. Так. И до сих пор жить не хочется? Ну, я антидепрессантами лечилась, выходила с этого состояния, потом опять входила в это состояние. Так, Настя, опять звук пропал. Эх, хочется... Про качели я услышал, и дальше все оборвалось опять. Так. Настя, давайте будем ускоряться. С вашим папой, как у него дела? Папа жив-здоров, но у него алкоголизм. С какого возраста у него алкоголизм? Ой, ну сколько я себя помню. Сколько им было лет, когда вы родились? Настя, не расслышал то, что вы сказали. Смотрите, да, поскольку наши условия связи, они, я так понимаю, что односторонние, я вас не слышу, да, но вы меня слышите, это прекрасно. Значит, в вашем поле отображается проблема вашего папы. То есть, вы папина дочка по энергетике, и он на вас очень сильно влияет. Поэтому то, что в 30 лет вас вдруг накрыло, вы стали ощущать папины эмоции, которые через него проявляются. Поэтому вам надо дальше исследовать жизнь отца, почему он в этот алкоголизм вошел, потому что сам по себе алкоголь не является проблемой, он является следствием какой-либо ситуации, где человек чувствует себя несчастливым. И регулярное употребление больших дозов алкоголя – это желание не чувствовать той боли, которую чувствует человек. Только вы не начали бухать, по примеру отца, вы начали испытывать душевный дискомфорт. Поэтому самым простым экспериментом будет взять медитацию прощения и сделать ее от лица вашего отца, прожить его жизненный путь до него с любовью и радостью, принимая все обстоятельства, в которых он оказался. И вы вдруг почувствуете, что вся та душевная боль, которая на него свалилась, она от месячной практики точно растворится. И вы почувствуете, что от вашей депрессии тоже ничего не осталось. То есть, когда внутри вас ваш папа начнет жить и радоваться жизни, а это делается как вариант. Если бы был нормальный звук, я сейчас с этим бы быстро поработал. Да, я слышу вас хорошо. Да, вы меня хорошо слышите, прекрасно. Я вас не слышу, вы прерваетесь. Сейчас, да. Ну, я думаю, что вы чувствуете и понимаете, о чем я вам говорю, да? Проработать внутри себя, он перестанет внутри вас страдать. И вот эта вот тоска, которая передается от него, это, наверное, такая эмоция больше для него характерна. Она у вас исчезнет, просто папа ее анализирует, заглушит алкоголем, а вы чувствуете эту эмоцию. И она дает вам депрессивное состояние, беспричинное. Вот такие депрессии, как правило, открываются у потомков тогда, когда их родители чего-то начали страдать, что-то в их жизни произошло, какой-то облом, какая-то ситуация. Что-то, что разрушило их восприятие себя. Если вы с этим поработаете, трансформируете эту боль, а вы можете это сделать, да, вы, в принципе, в стабильном состоянии, то через месяц состояние улучшится. И вы мне в следующем эфире напишите, как ваши дела, да, пошли ли улучшения. А может быть, интернет будет посильнее работать, потому что это не только даже, ну, как бы от скорости вашего провайдера тоже зависит, но также это могут быть нюансы в самом Инстаграм, когда он, к сожалению, вот так дает подтупливание, да, когда скорость интернета не самая шикарная. Понятно? Настя, услышали меня? Настя, вы меня услышали? Я не слышу фидбэка, к сожалению. Я услышала, все, я поняла. Ну, все, тогда я желаю вам удачи. Все, друзья, тогда я желаю Насте удачи. Ну, вот, приходится и так работать. Помочь хочется, но... Связь односторонняя. Так. Не было наушник на прошлом эфире. А, у нас эхо было. У нас было эхо. Так. У нас было эхо. Ну, давайте я посмотрю. Вик, Дмитренко. Виктория, видимо, да? Вик, Вик. Так, сейчас проверю вас. Ваш ник? Дмитренко. Дмитренко, да, вы есть? Так, и куда у меня тут? Угу. Дмитренко, сейчас я вас возьму. Надеюсь, что все будет хорошо со связью. Здрасте. Ой, такая же ерунда. Картинка виснет опять. Что-то, видимо, все-таки с Инстаграмом происходит сегодня. Алло. Так, оттаял звук. Вы мне нормально слушаете? Да, хорошо. Здрасте. А то я думал, что у нас тоже не состоится. Вы Виктория, да? Да. Слушаю вас, Виктория. Что там у вас происходит? Спасибо большое, что вы меня взяли. Я уже много лет страдаю тем, что я не могу дышать. Шесть лет. Носом? Да. Угу. Я как бы с детства страдала тем, постоянно простуживалась, и у меня был насморк. То есть осень-зима я все время с топлями ходила. Но я выздоравливала, потом дышала нормально. А вот в 22 года я ехала в Киев, после института закончила работать. И в поезде я вот сильно простудилась. И я вот простудилась, и после этого я уже не смогла дышать. Так. Вика, сколько вам сейчас лет? Двадцать восемь. Двадцать восемь лет, а в 22 это началось. И ничего не помогает, да? Постоянно нос забит. Да, я делала операцию, мне выравнивали носовую перегородку. И ни на день мне не стало лучше. Сказали, у меня очень слабые сосуды. У меня потом спайки начались, перфорация, вот перегородки. И, в общем, все, что я не делала, мне вообще не помогает. И я реально без капель вообще не могу дышать. И это уже мне так плохо от этого, я уже просто не могу. Вика, а какие капли вы применяете? И что доктора вам говорят сейчас? Ну, я, честно, к докторам уже перестала ходить, потому что я к ним уже столько много раз ходила. Они мне, ну, как бы ничем не помогают. Поэтому я уже, я поняла, что это психосоматическая проблема. То есть я как могла пыталась там что-то проработать, но у меня ничего себе не получается. Я вот сейчас на вашем курсе исцеления тоже. Да. Да. Вы там делаете декательные практики-то? Получается? Делаю, делаю, да. Ну, как? Пробивается хоть немножко-то нос или нет? Ну, я просто перед тем, как делать, я очень хорошо капаю нос, потому что если я не закапаю, я не смогу делать практику. Чем вы капаете в нос? Каким лекарством? Я ЭДЭМ. То есть это против аллергии, но мне сказали, что там минимальная доза, ну, как бы, то, что суживает сосуды, и что его можно принимать на длительной основе, поэтому я вот ним и капаю. Ясно. Виктория, как сейчас нос дышит? Я сегодня еще ходила к остеопату, он мне тоже делал процедуру на нос, после этого чуть-чуть стало легче, поэтому сейчас более-менее. Прислоните кожу к носу и попробуйте подышать, сделать выдох резкий и почувствовать, какая она зря лучше работает. Насколько дышите? Ну, у меня лучше правая в общем работает, левая хуже, но у меня вся левая сторона тела более болезненная. Вот так вот. Да, окей, хорошо. Итак, как вы чувствуете, что вы не можете носом дышать? Ну, вот тут вот блок, и я как бы и здесь вот тоже ощущаю. В районе грудины, правильно я понимаю? Так, а в носу какие ощущения в этот момент? Я не могу дышать им. Ну, вот просто как пробки в носу, такой блок. Блок. Вот давайте мы все-таки на носу сконцентрируемся, там, понятно, могут быть примеси какие-то. Мы чисто на нос сейчас с вами обратим внимание, но в носу блок, я чувствую. И я не могу продохнуть. Мы пойдем в ваше прошлое, посмотрим, откуда это взялось. Итак, Вика, скажите себе, мне 20 лет, есть это ощущение в АМТОЛе? Есть. Мне 10 лет. Я вот не могу понять, либо ушло, либо чуть осталось. Сколько осталось? Наверное, 30%. 30%. Вот попробуйте сейчас подышать, говоря себе, что мне 10 лет. Мне 10 лет. Да, и как дышится? Ой, легче. Да, вот видите, сразу, мы вошли в прошлое, и там легче дышать. А мне 5 лет. Тяжелее. Мне 1 год. Тоже есть? Мне 1 день отживотил свою маму. Как будто чуть-чуть. Чуть что? Чуть-чуть вот что-то на фоне как будто есть. Сколько процентов дискомфорта осталось в 1 день? 10-20, где-то так. 10-20. Что это чувство, мамина или папина? Мамина. Мамина. Мама как зовут? Люба. Люба. Сколько было Любе лет, когда она нас родила? 34. Я Люба, мне 34 года. Как ощущения? Как будто хорошо. Прошел нос. Ничего, нормально дышит? Нет ощущений? Блоко? Нету. Нету. А папа как вашего зовут? Вова. Вова. Сколько было Вове лет, когда вы родились? 31. Я Вова, мне 31 год. Как ощущения? Ой, тяжело в груди. В груди, а в носу? Тоже тяжело. Тоже тяжело. Я Вова, мне 20. Еще тяжелее. Ну, а Вова, мне 10. Все равно тяжело. И даже в горле как будто сжимает. Я Вова, мне 1 год. Легче. Но осталось только в груди. В носу и в горле нет, а в груди почему-то осталось. Я Вова, мне 1 месяц отзвучил свою маму. Прошло, вроде бы. Полностью? Не, наверное, не полностью. Сколько осталось? Процентов 10. Я Вову, мне 1 день обживать его у своей мамы. Хорошо. Хорошо. Что такого в 1 месяц произошло у Вовы? Отчего это чувство стало зарождаться в начале горной клетки? Мне кажется, что его не хотели. Так, кто его не хотел? Как будто мама. Мама. А что мама хотела? Абор сделать или что? Что разрушилось в жизни мамы? Ну, я знаю, что дедушка был алкоголик. И мой папа впоследствии тоже был алкоголик. И может быть, то, что муж алкоголик, она не хотела больше детей. А кто-то до него был еще? Да. Кто? Старший брат. Старший брат. С какая разница у них? 3 или 4 года, по-моему. И больше детей не было, да? То есть их двое только? Нет, еще потом был третий младший. Три мальчика всего. Младший. Как у него дела? Ой, извините, еще сестра была самая старшая. А, сестра еще. То есть их четверо было? Да, да. Ну, вот как у родителей, да, Вовы, у вашей дедушки и бабушки дела? Ну, бабушка и дедушка уже умерли давно. Ну, вот как они же, когда они были живы, как у них были взаимоотношения? Ну, я, к сожалению, не застала их. Ну, как бы я застала только бабушку, она меня очень сильно любила. Дедушку я не застала, он погиб, но он пил. Ну, наверное, взаимоотношения у них были не очень. Ну, давайте тогда в чувствах разбираться. Я Вова, да? Я Вова. Папа. Да, да. Мне один месяц, моя мама узнает, что она беременна. Что в этот момент ощущает она? У меня жар в груди. Так. Вот что она ощущает? Я Вова, у меня один месяц, да, и что-то мама какое-то чувство мне передает. Какую-то безысходность. Безысходность. Так, что еще? Груз. Тяжело. Тяжело. Груз. Отлично. Давайте с этим поработаем ощущениям. Итак, я Вову, у нее один день, я в животе у своей мамы, как там ощущения? Легче. В этот момент представьте, что к нему приходит Бог и говорит ему, дорогой Вова, если в твоей жизни получится так, что когда твоя мама узнает, что она тобой беременна, и она будет испытывать огромную грусть, гроз и безысходность, то это для того, что в этот самый миг ты себя почувствовал абсолютно уверенным, свободным. И это для того, чтобы в твоей жизни потом все легко и просто гармонично происходило. Это для того, чтобы в этот самый миг в твоем сердце бы открылся дар, безусловно, любви к самому себе и к обстоятельствам твоей жизни. Это для того, чтобы этот дар передался всем твоим потомкам, и они были бы абсолютно счастливы, здоровы и наслаждались бы жизнью, получая от этого огромное удовольствие. Как ощущения? У меня вот вы говорили, было легче, и сейчас легче, но как будто чуть-чуть что-то... Как ощущения? Давайте так, я Вова, я Вова, да папа? Мне один месяц. Мне один месяц, а желательно у мамы. Как ощущения? Легче, но не до конца. Что там еще такое осталось? Какое чувство? Ну, чувство, наверное, что я нелюбимый ребенок. Я не люблю... То есть, что хочет мама сделать с ребенком? Хочет она аборт сделать? Ну, она хотела бы, мне кажется, избавиться. Может, она не думала о аборте, но она его не хотела. Окей, сейчас с этим поработаем. Итак, Вова, мне один день, я в животе у своей мамы. В этот момент ко мне приходит Бог и говорит, дорогой Вова, в твоей жизни получилось так, что твоя мама, когда узнает, что тобой беременна, она захочет от тебя избавиться. Это будет ее первая мысль. И она будет чувствовать себя несчастливой женщиной в взаимоотношениях с твоим отцом. Но все это для того, чтобы в этот самый миг ты себя почувствовал абсолютно любимым, счастливым, уверенным в себе, будущим мальчиком, у которого в жизни все будет прекрасно, здорово и замечательно. Это для того, чтобы ты чувствовал, что несмотря на то, что у тебя такие родители, Бог в твоей душе, и Он управляет твоим восприятием себя. И это доставляет себе огромное удовольствие, чувство счастья и ощущение себя защищенным в безопасности и счастливым человеком. Как ощущения? Было хорошо, когда... И как будто ободы... Я не могу понять, точно прошло, вроде проходит постепенно. Но чуть-чуть с Женей есть, но вроде как бы это проходит. Вик, давайте мы сначала с папой еще поработаем. То есть еще раз, вернитесь. Мне один месяц, я папу Вову. Как ощущения? Один месяц. Я Вову, мне месяц, как ощущения? Ну, вот чуть-чуть что-то ноет еще. А где ноет? Как будто чуть-чуть опустилась в груди. Что там дальше происходит? Ну, вот она как будто... Вот здесь, и может даже чуть вниз спускается. Что за чувство это? Нарисуй чего. Ну, покалывание. О чем она говорит? Оно приятно или нет? Нет, но оно... Что-то... Груз какой-то. Какой груз? От чего? Это мамина или папина? Ну, первое, что пришло, от какой-то потерянной жизни. Чего это чувство? Ну, может, мамина. Это папина уже ощущение. Почувствуйте, что... Другая мысль идет. То есть, сдается впечатление, что дедушка, когда делал вашего папу, он был слегка под шофе. Мягко говоря. Чувствуете это? Ну, вы говорите, женя больше становится. Ну, и так. Скажите себе, я папа Вова, мне один день я в животе у свою мама. Я папа Вова, мне один день я в животе у свою мамы. В этот момент ко мне приходит Бог и говорит, дорогой Вова, если в твоей жизни получится так, что твои родители, когда будут заниматься сексом, папа будет пьяный, и мама будет по этому поводу очень сильно расстраиваться, и потом она еще узнает, что она забеременела, то это все к любви, к радости, к счастью. Для того, чтобы ты себя чувствовал абсолютно счастливым, уверен в себе, в будущем мужчиной, который знает, что он хочет, и получает от своих целей, от достижения и движения в их сторону огромное удовольствие, наслаждение, чувство радости. Как ощущения? Как будто все уходит. Отлично. Теперь можно в вас возвращаться? Угу. Как ощущения, Вика? Хорошая. У меня дрожь по всему телу. Так. И она как будто чуть подниматься начала. Угу. Что дальше происходит? Как будто уходит. А как вас носик дышит? Хорошо дышит. Так. Свободно? Да. И левая, и правая на зря? Ну, у меня просто еще спайки, поэтому, то есть они мешают. Но, мне кажется, максимум, который я могу дышать, я дышу. Угу. Отлично. Теперь можно лекарства не применять, поспокойно дышать и забыть об этой истории. Спасибо вам огромное. Пожалуйста, Виктория. Вот ваш пример показа. Когда люди знают, что происходило в двух-трех поколениях назад, они понимают, почему они страдают, откуда эти все ноги растут. И тогда эти проблемы покидают тело и незачем мучиться. Потому что истории, переданные по наследству, рождают вот такие вот хронические состояния. Вот. И это мешает наслаждаться обстоятельствами жизни. А в теле просто блоки есть. И когда их снимаешь, человек становится хорошо. Понятно, да? Да. Да. Стоило лишь шесть лет мучиться, да? Хотя мы 15 минут разговора, и кто решает? Нет, не что. Вам спасибо огромное. Можно я у вас еще один вопрос спрошу? Давайте. Я вот как-то, может, это взаимосвязано, я вот как-то очень плохо отношусь к своей маме. Вот она меня очень сильно раздражает. И я как бы от этого страдаю. Я вроде хочу к ней хорошо относиться. Но не получается. Не получается. Она только появляется, и у меня сразу к ней очень негативные отношения. Как я чувствую? Ну, вот тоже что-то в груди. И прямо вот чуть ли не как аллергия какая-то к ней. Аллергию к ней как вы чувствуете? Что чесать начинает где-то здесь, да? Вот чесать не начинает. Но вот у меня, кстати, бывают такие периоды в жизни, что чешется и тело красное, вот как от аллергии. Ну, вот и такое ощущение, как будто и на маму у меня. Окей. Мама подошла. Вот представьте, что мама пришла в гости. Как ощущения? Сразу отгородиться от нее хочется. А где в теле это чувствуется? Наверное, это чувствуется во всем туловище и вот внизу живота тоже чувствуется. Внизу живота. Где сильнее это ощущается? Начало здесь, но оно вниз живота тоже так хорошо отдает. Вот держите в своем фокусе вот это ощущение во внимание. Мы пойдем в прошлое и посмотрим, когда это образовалось. Итак, мне 20 лет. Есть это ощущение? Угу. Мне 10 лет. Есть. Мне один год. Как будто только внизу живота осталось. Так, мне один месяц о животе у мамы. Тоже осталось. Мне один день о животе у мамы. Прошло. Прошло. Мне один месяц о животе у мамы. Как ощущение? Появилось. Появилось. С чем это связано? Наверное, недовольство на отца, что я беременна. А он все равно пьет. Так, а он все равно пьет. Вы одна у родителей? Нет, у меня младшая сестра. Сестра. Вы старшая самая, да? Угу. Через сколько она родилась? Через 2 года 9 месяцев. До меня должен был быть вроде мальчик, но был выкидыш. Выкидыш был. Да. И мама подумала, что это все из-за пьянки. Папина. Возможно. Но я знаю, что она когда была беременна, она рассказывала, что она даже выбегала с дома босая по снегу. От него. А что он ее бил? Ну, она не рассказывала, что он ее бил. Ну, что она бил? Ну, наверное. Может, она закаливанием занималась? Ну, наверное, тогда бил. Но она просто не рассказывала, что он ее бил. А они сейчас вместе, родители? Нет, папа уже умер. Умер. Когда и от чего? От пьянки. Когда... Ну, он вообще без вести пропал. Он вот очень сильно спился. Угу. Я его начала ненавидеть. Тогда... Когда это было? Это было вот 12 лет. Ну, назад. Или вам было 12 лет? Мне было 12. Так. А умер он в каком возрасте? Ну, вот он... Когда мне было 13, он пропал. Ну, и, скорее всего, тогда и умер. Ну, то есть, вам неизвестно, куда он делся? Нам неизвестно, потому что, ну, он как... Если честно, он уже как бомж стал. Его там пытались спасти его старший брат, как мог. Ну, он с центров вот этих реабилитаций сбегал. Как бы поэтому... То есть, насильно его никто уже нигде не держал. И он ходил. И он просто вот так один раз в парке. Я была в школе с подругами. И мы его увидели в парке. Угу. Какое чувство? Ужасное чувство. Он выглядел как полный бомж. И я тогда при всех отказалась от него. Сказала, что это не мой папа. Угу. Очень зря. Знаете почему, да, Вик? А у вас папина энергия? Вы папина дочь? Ну, вот в детстве я была папиной дочкой, да. А вы ей остаетесь. И отказ от папы, это потом трудности в своей личной жизни будут. С коммуникацией. Как в личном плане дела? Никак. Никак. Поэтому и никак. Потому что папа, я от него оказался. Понимаете, да? Надо с этим что-то делать? Угу. Поработаем? Итак, Вика, мне один день, а в животе у своей мамы. Угу. Как там ощущения? Хорошо. В этот момент ко мне приходит Бог и говорит, дорогая Вика, в твоей жизни получится так, что когда твоя мама узнает, что тобой беременна, она будет этому не рада. Поскольку твой папа будет злоупотреблять алкогольными напитками. И когда она будет беременна, она часто будет даже сбегать из дома для того, чтобы как-то переварить то поведение, которое папа будет демонстрировать. Но это все к любви, к радости, к счастью. Это к тому, чтобы ты себя почувствовал абсолютно уверенной, самодостаточной девочкой, которая в будущем легко и просто налаживает свою личную жизнь и получает от этого удовольствие. Если в твоей жизни получится так, что своего папу ты последний раз увидишь в 13 лет, когда он будет бомжом, он будет опущенный, испившийся человек, и ты прилюдно от него отречешься, будешь делать, что это не твой родной отец, то это для того, чтобы дар безусловной любви открылся в твоем сердце в этот самый миг, и ты бы приняла своего отца таким, какой он есть, и получил бы от этого огромное удовольствие. Это для того, чтобы та любовь, которая в этот момент откроется, стала управлять твоей самооценкой, твоим поведением и событиями твоей жизни, доставляет тебе огромную радость и 100% уверенно верит в себя, как в женщине, у которой легко и просто сложится личная жизнь и создается крепкая семья. Это для того, чтобы ты поняла, что проблемы твоих родителей тебя больше не касаются, или что только любовь управляет твоей самооценкой и поступками в жизни. Как в состоянии? Хорошая. Так, мама пришла в гости, как ощущения? Как будто хорошо. Как, не додрожает ничего в теле? Нет, спокойно. Спокойно. Я встретила папу, он бомж и спит на земле, как ощущения? Любовь к нему. Отлично. Но я бы на вашем месте поискал все-таки, да, куда он пропал. Ну, умер ли он на самом деле, а может быть просто что-то произошло, еще другое. Все, здесь чудеса всякие бывают. И пока, извиняюсь за выражение, труп не найден, да, человек может быть жив. А вы об этом ничего не знаете. Таких чудес я много слышал за карьеру, человек пропадал, его там в рабство какое-нибудь или еще что-нибудь происходило, да, и там его жизнь круто менялась. Понятно, Вик, да? Поэтому есть доблестные органы правого порядка, да, которые вправе вам, ну, подсказать путь, куда все это дело двигалось. И, извиняюсь, если даже бомжей находят, их все равно регистрируют. Понятно? Да. Спасибо. Да. Спасибо вам большое. Все, удачи, да, счастливо, до свидания. И вам, да, до свидания. Так, друзья, двигаемся дальше. Сегодня такой у нас динамичный, интересный эфир получается, интересные герои, все хорошо движется. Как вам? Видите, прошел, еще час не прошел, а можно с тремя людьми поработать. Так. Делайте выводы, если у вас аналогичные ситуации, если вы поступаете так, как поступали наши герои ранее, и перекликаются какие-то события жизни, да, ну, делайте выводы, чтобы у вас этого тоже не было. Потому что много чего происходит. Хорошая история, конечно, хорошая. Так, скульпт, фейс, СТР. Сейчас я посмотрю, если у вас в списке есть, то я вас возьму. Единственное, я сразу предупреждаю, те, кто в течение этой недели подавал заявку, у вас там еще нет списка. У меня не было возможности сегодня. Не было возможности вас добавить. Скульпт. Ну, вот я вас и не вижу, да, если вы свеженький человечек, то вам придется подождать до следующего эфира. Идем дальше. Так, кто давно ждет? Так. Еще много откликнулся, прекрасно. Я прослезилась. Так, ну что, давайте, кто-то у нас еще может быть есть. Да, внешний. Это супер. Так. У меня пропал запах, с чем связан. Может, ковид у вас? Проверьтесь. А может, и другой симптом. А посмотрите, у меня записи есть на моем канале YouTube, прямой эфир с Викторией Бонни. У меня такая же проблема была, мы в вере с ней работали. Именно из-за стресса заблокировалось обоняние, и она ничего не чувствовала. И мы, в общем-то, за 10 минут эту проблему разрешили. Жду сентября. Настя ждет. Так. Давайте, год кто ждет. Я жду год. Напишите. Жду год. Почувствую энергетику отца. Ну, конечно, все это можно почувствовать. Так, на жене и сестре сейчас. Нет, давайте. Леша, да, я обещал вас взять. Сейчас давайте я вас возьму. Я вас увидел. Алексей, вызываем вас. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Артем. Да, слушаю, в чем вопрос. Ну, скажем так, я уже второй раз женился, 7 лет, второй раз с женой уже нахожусь второй, и никак не получается мне стать отцом, скажем так. Так, что доктора говорят? Я сдавал анализы спермограмму, вроде бы все хорошо, единственное было какая-то, по-моему, вязкость, да, или как-то так, что попросили, сказали, выпивать надо морс. Да, черничный. Ну, черничный больше люблю, потому что с глазами еще было там какие-то такие проблемы, поэтому, думаю, помогает. Ну, а так, все время говорили, идите и старайтесь. У бывшей жены ребенок от бывшего мужа, у нынешней жены ребенок от бывшего мужа. У нас, а у меня не получается. Вот. И я к вам подходил на, когда у вас презентация книги была, вот, с женой мы были, вы прям так чуть-чуть пообщались, прям почувствовали, как будто бы у меня что-то с родом связано. Вот. И хотелось бы вот проработать. Поподробнее. Хорошо, Артем. Давайте смоделируем историю. У вас ребенок появился. Угу. Жена беременна на пятом месяце. Как ощущения? Ну, очень приятные. Да, что я чувствую в этот момент? Ну, волнение и прям такую гордость, наверное. Так, а какое волнение? Что за волнение? И за что волнение? Ну, наверное, волнение, что что-то начинается серьезное, скажем так. Что серьезное начинается? Отцовство, наверное, такими словами. Ну, вот началось серьезное отцовство. Что происходит от нами? Ну, очень приятно. Так. Ощущение такое, что, так сказать, я стал полноценным мужчиной. Так, а до этого не было им? Ну, наверное, нет. Тяжело так почувствовать, но... Да. Именно вот... Угу. Вот это ощущение неполноценности, да, как вы его назвали, вы с какого возраста чувствуете, или с какой ситуацией это стало возникать в голове? Ну, тяжело сказать. Приходят мысли, какие-то воспоминания от бабушки, например, когда она там говорила, у меня было с первой женой, да, ребенок, 6 лет было. И я все время хотел, и со школы, помню, хотел семью. И вот когда у меня жена первая появилась, да, мы встречаться начали, это 24 года мне было. Вот. Я бабушке прям по отцовской линии маме говорил, что хочется семью. Ну, мы часто общались, я на работу шел постоянно, через нее она просила заходить. И она все время говорит, да не спешите, поживите для себя. И вот почему-то вот эти вот мысли у меня, они прям вот как будто в голове я все время говорил, что да я хочу полноценную семью свою. И вот почему-то эти мысли мне все время кажутся, как будто бы они у меня поперек стоят. Поперек чего? Ну, как будто бы они мне не дают этого, да, вот стать отцом или как бы завести семью. Такое какое-то вот ощущение. Может, я ошибаюсь. Ну, вот вам 24, вы пришли к бабушке в гости, да? Вот. Она говорит, ну все, бабуля, я собираюсь жениться там, чтобы у меня была полноценная семья, чтобы дети были и так далее. Она говорит, не торопись. Как я это чувствую? Поживи для себя. Как я это чувствую? Ну, такое ощущение даже, как будто бы безразличие, как будто бы я не воспринимаю ее слова. Не воспринимается. То есть не с этой этой историей связано, правильно? Ну, как будто бы да. Да. Ну, у меня не получается, дети. Давайте сейчас от обратного пойдем. Ну, это не складывается так. Сколько сейчас полных лет, Алексей? 37. 37 лет. Мне 37, у меня не получается. Как я это чувствую? Ну, такая какая-то дрожь немного берет. Какая? Ну, вот прям как будто бы все тело немного гудит. Где в какой участок тела гудит мне наиболее сильно? Ну, чувствую в руках и плечах, но все-таки, наверное, в груди. Больше в груди. Прям как будто бы давление, как будто бы пульсирует немножко. Так. О чем это чувство вам говорит? Ну, тяжело сказать. Нечего в голову не лезет. А давление присутствует. А давление присутствует. Ну, ладно, хорошо. Давайте мы тогда посмотрим, откуда это ощущение пришло, и потом будет все понятно. Мне 30 лет. Есть это ощущение в теле? Мне 30 лет. Да, есть. 20. Мне 20 лет. Есть. Мне 10 лет. Мне 10 лет. Ну, такое ощущение, что утихает. Ну, так процентов 30, наверное, есть. Есть. Мне один год. Мне один год. Есть. Мне один день я в животе у мамы. Мне один день я в животе у своей мамы. Все равно присутствует. Человек чувствует? Мамин или папин? Ну, почему-то, кажется, папина. Папина. Папа как зовут? Александр. Сколько им было лет, когда вы родились? Ну, 60-го года, 23, 23 года. 23 года. Я, папа Александр, мне 23 года. Как ощущения? Есть в груди и даже такое ощущение, что больше стало. Больше стало. Я, папа Александр, мне 20 лет. Я, папа Александр, мне 20 лет. Есть, присутствует. Десять лет. Тоже присутствует. Один год. Такое ощущение, что прошло. Полностью? Ну, так легкое, я не знаю, наверное, процентов 5 как будто бы. Я, папа Александр, мне 3 года. Присутствует. Два года. Такое ощущение, как будто бы уходит, сказал бы, ушло, да? Ушло. Что такого, что в 3 года у папы Александра произошло, из-за чего это ощущение у него появилось? Почему-то в голову лезет мысль, что как будто бы ругают. Кто ругается и с кем? Такое ощущение, как будто бы бабушка ругается. То есть, мама его. Так, кого ругает? Ну, папу, получается. Зачем? Как будто бы... Как она ругает? Ну, словами, как будто бы что-то наделал. Как будто бы, не знаю, там, в туалет не туда сходил. Ну, за что она его ругает и как она его ругает? Какие слова в этот момент она говорит? Почему-то идут фразы, да сколько ж можно, сколько это будет уже продолжаться. Так, что это? Ну, то есть, что он натворил, как будто бы нагадил где-то или что-то такое. Он старше в семье? С братом они двойнята. Не близнецы, а двойнята, да. Двойняшка, так. Ну, что он такое взял? Штаны надел или что? Там мимо написал, что взял? Ну, да, вот такое ощущение, как будто бы в штаны надел, как будто бы почему-то видится в пеленках, как будто бы опять нагадил и вот такой разговор. Как будто бы вот вижу, лежит ребенок в пеленках и вот сколько можно, что же ты опять. Ну, в три года уже ребенок обычно бегает, а не? Да, но вот почему-то так, какая-то такая картина перед глазами. Ну, картина в том, что папа совсем маленький, грудной, или ему три года? Нет, картина была, что маленький, грудной. Вот вижу его прям в пеленках, как будто бы ей прям ругают, прям сверху бабушка кричит на него, как будто бы так сверху смотрит. То есть папа достал бабушку? В мужчине, да. Был такой, да. А как она к бабушке, к отцу относилась? Ну, тяжело сказать. Я думаю, что любила, хотя знаю одну историю, что первым, получается, дядя появился, вот, и бабушка не знала, что даже есть второй ребенок. И когда ей сказали, подождите, лезет второй, она говорит, какой второй, мне не надо, ничего не хочу, я никакого второго. Так. Вот, это вот я то, что знаю. Ну, а так, когда уже отца как бы не стало, ну, все это время она как бы такой, у меня, получается, дядя уехал в другой город, в Санкт-Петербург, и все время был отец рядом. То есть они чаще виделись, и, ну, любовь была сильнее, мне кажется, к моему эмоции. Все время дядя был как будто бы уехал, и он там чужой как будто бы стал. Так. Вот, то есть, мой дядька, который первый. А вот такую историю знаю, что отец, когда появлялся на свет, что он говорит, не надо, куда мне не надо второго. Ну, я думаю, тоже с этим что-то связано. Да, да. Я это тоже прорабатывал, медитация прощения делал. И часто прям, вот, ну, пока не получается. А папа-то что умер? Ну, алкоголизм, я думаю, что-то где-то, наверное, все-таки было психологическое, то, что, как вот вы только что общались с девушкой, что в итоге алкоголем он это все, как бы, пытался забыть. Ну, вот алкоголь, алкоголь, и это так все, если поверхностно, но умер, как оказывается, да, или как оказалось. В гараж пошел машину прогревать. Вот. Долго не было, пришла бабушка, а он вроде как угорел. То есть, это было зимой, гаражная шторка такая упала, которая машину в тепле держала. И он прогревал машину, да. Ну, есть такие подозрения, что чуть ли не, как бы, самостоятельно он специально решился на такое. Ну, то есть, как-то... Как-то так. А что в жизни у них было с мамой? Ну, вроде хорошо. Все, что знаю, ну, любовь. Сколько папе лет был тогда? Так, это девяносто восьмой год. Тридцать восемь. Девяносто девятый, тридцать девять. Тридцать девять. Тридцать девять лет отцу было. Почти ваш ровесник. Ну, ну да. Матушка себя как чувствует? Все хорошо. Как она вспоминает годы жизни с отцом? Ну, насколько я знаю, всегда приятно ей. И так даже забыть долго не могла, да. Как бы... Ну... Так приятные только у нее ощущения были, насколько я знаю. Какие эмоции идут от отца? Когда вот мы сейчас с ним работаем. Вот у папы, да, Александру три года, старт симптома. Какие эмоции идут от отца? Ну, все время почему-то у меня тело гудит. Ну, приятно общаться, когда вспоминаются. А вот тело как-то все... А вот в шкуре отца как я себя чувствую? Я папа Александр, мне три года, да? Как я себя в этой шкуре чувствую? Именно три года, да? Да, но в три года старт симптомы. Как вот в этом возрасте сейчас еще? Ну, мы можем потом старше, более старше возрасте посмотреть, там, в 30. Ну, так, какое-то состояние, как описать, ну, какого-то давления или как-то вот... Как будто бы... Ну, я не знаю, как это описать. Как будто бы на тебя кто-то давит. Как будто... Кто давит. Кто давит. Ну, как-то морально вот тяжело как-то вот так описать. Потом вырождались дети у бабушки еще? Нет, насколько я знаю. Только, да, вот дядя и папа все. Да. Как у дяди дела сейчас? Все хорошо. Жив-здоров. Жив-здоров, да. Общаемся часто. Ну, вот от папы веет ощущение ненужности. Веет ощущение ненужности? Ненужности. То есть, как будто бы он не нужен. Да, он чувствовал это вот. Как будто он не нужен. Ну, вот есть вот такое... Он лишний. Он лишний. И это прямо вот, ну, как сквозит. Вот такой красной ниткой проходит сквозь него. Поэтому с такой склонностью, да, люди, конечно же, жизнь самоубийством заканчивают частенько. И жизнь короткая. Я не нужен. И вот это давляет, давляет, потом нарывается нарыв, и все. И происходит шарах. Как способ избавления и решения проблем. Люди это выбирают. Такая мотивация для самоубийства. Они думают, что от этого проблемы решаются. Ну, я даже где-то такие мысли у меня были. Ну, когда все рассказывали об отце, вот такое ощущение было, что как будто бы вот он так хотел избавиться от каких-то там мыслей. И поэтому ушел самостоятельно. Тогда какое наследство мне досталось? Ну, я думаю, такое же состояние как бы неясности, скажем так. Называется, ребенок не нужен. И поэтому и не получается, что подсознание блокирует это. А у меня есть брат, и у него ребенок есть. Или это не связано? Тоже что-то. Не связано? Вы как-то с... Брат старший? Старший на полтора года. На полтора года. Вот папа второй, и вы второй. То есть вы унаследовали эту программу от отца. А старший, скорее всего, он мамин. Ну, вот у меня жена так и говорит. Она слушает ваши... У меня жена так и говорит. Она слушает, учится у вас. Окей. Хорошо. Давайте поработаем с этим. Скажите, я папа Александр, мне эти ледения в животе у своей мамы. Как себя там чувствую? Мама еще не знает, что она беременна. Ну, вроде спокойно. Ничего такого. Да. В этот момент приходит ко мне Бог и говорит. Дорогой Александр, в твоей жизни получится так, что когда твоя мама узнает, что ты у нее тоже родишься, прямо при самих родах, она очень этого испугается и будет в шоке от этого события. И будет акушером, говорит, мне второй ребенок мне не нужен. И это ощущение ненужности, ты будешь чувствовать всю свою жизнь. Но все это для любви, для радости и для счастья. Это для того, чтобы в глубине твоего сердца, в глубине твоей души бы открылось чувство под названием любовь и стало управлять твоей самооценкой, восприятием и событиями в твоей жизни. Это для того, чтобы этот дар, безусловно, любви передался всем твоим потомкам и они чувствовали, что жизнь это прекрасно, они бы ощущали себя нужными в этом мире и это бы способствовало 100% их самореализации, и открыло бы возможности для того, чтобы хорошо зарабатывать деньги, создавать крепкие семьи, рожать большое количество детей и испытывать от всего этого огромное удовольствие. Это для того, чтобы все твои потомки были бы абсолютно счастливы, самодостаточны, уверены в себе и легко и просто достигали поставленных ими целей. Как ощущения? Так хорошо, легкость, и прошло абсолютно все гудение в руках, в теле. Вот так вот, то прям дрожь была такая сейчас так хорошо, приятно. Моделируемая снова ситуация, Алексей, да, моя жена беременна, как ощущения? Пятый месяц. В груди опять как-то начало так, как будто бы гудит и как будто бы давление. Ну, такое как-то поверхностно прошло, как будто бы прошло и ушло. Так, как сейчас? Но опять в груди есть, это присутствует. Ага. О чем это ощущение говорит? И чем оно отличается от того, что было ранено? Ну, такое ощущение, что оно такое же. Такое же. Так, давайте еще раз изучим, откуда оно идет. Итак, мне 30 лет, как ощущение? Мне 30 лет. Такое же вот тут в груди давление. 20. Мне 20 лет. Есть такое. Мне 10 лет. Мне 10 лет. Есть давление. Мне 1 год. Мне 1 год. Да, тоже присутствует. Мне 1 месяц я в животе у мамы. Мне 1 месяц я в животе у мамы. Немножко есть, процентов 10, прям сильно упал. Мне 1 день я в животе у мамы. Мне 1 день я в животе у мамы. Не пойму, вроде бы прошло. Прошло. Мне 1 месяц я в животе у мамы. Мне 1 месяц я в животе у мамы. нет, не ощущается. Мне 3 месяца я в животе у мамы. Мне 3 месяца я в животе у мамы. я в животе у мамы. А вот сейчас появилось. Мне 2 месяца я в животе у мамы. Мне 2 месяца я в животе у мамы. присутствует. Присутствует. Что такого в 2 месяца произошло? Кстати, чего это ощущение появилось? ну такое ничего сказать не могу, не вспомню, но какой-то как будто у мамы волнение и страх какой-то. перед чем перед чем страх и волнение? Ну может это связано опять с теми историями, которые я слышал, но вот перед почему-то перед той же бабушкой, то есть они у нее жили у родителей, получается отца. И такое волнение как будто бы ну вот то, что она беременна и как будто бы никто не хотел, не хочет этого. Такое какое-то что-то пришла мысль. Так. А сколько родителей были в браке, когда вы появились на свет? Ну вот это вообще не знаю. Честно говоря, не помню. Старший брат, значит, он на 3 года старше, правильно? На полтора. На полтора, да. А расписались на родителей когда? Ну вот этого я что-то вообще не помню. Получается, если в... Так, сейчас. Скольки комнатные квартиры была у бабушки? Трех комнат. Трех комнат. А родители жили, вы с родителями в одной комнате? Да, родители в одной комнате и бабушка с дедушкой в другой. А в третьей кто жил? Третьей вроде как ну зал обычно там ну не знаю, телевизор посмотрели, но что-то сейчас такая мысль, может дедушка перед работой отдыхал, там он выпивал, может оставался там на ночь. Так. Как бы... Ну что-то мысль такая пришла. Вот теперь, Алексей, представьте картину, Алексей, да, вот вы появляетесь у мамы через там полтора года после рождения старшего брата. Живете в одной комнате, в соседней бабушке, которая диктует здесь все условия, поскольку она хозяйка квартиры. Так это обычно? Да, это так и было. Монстр, да? Это так и было, заставлял маму всякие работы делать, которые там с животом ей не хотелось, уборки и прочее. Так. Как себя чувствовала мама, когда она узнала, что вам беремен? Ну, как будто бы... Ну, я уже представляю или понимаю, наверное, как будто бы это будет груз, это будет сейчас что-то... Как будто бы зря, что это произошло, ну, скажем так, да, или как. Наверное, опять к этому все идет. А когда переехали родители от бабушки? Ну, выстроили дом, это я уже... уже бегал, не знаю, мне, наверное, там года два-три, наверное, было. Нет, два-три. То есть самое раннее детство прошло там, а потом все-таки получилось, родители съехали, да. Ну, да. То есть строили дом свой, да? Да, да, да. Прям как бы полностью с нуля кирпич выкладывали, посменно родители ходили, и потом квартира отдавалась там, согласно, сколько детей там, так далее, трехкомнатную тоже дали. А это перспектива, когда бы развивался уже отдельного жилья? Сколько строили дом? Перспектива? Да. Ну, дом долго строился. Тогда, сколько там, люди просто подъезда в 10 кирпичей выкладывали сами вручную, это, наверное, года три, мне кажется, ушло, наверное, в строительство. Что-то, может, два, потому что было много подъездов, было там, 10. То есть до вашего рождения еще, да, строительство началось? Ну, у меня такое ощущение, да, хотя могу ошибаться. Ну, я знаю точно, что с животом как бы мама ходила, вот работала ли она на стройке, да, то есть у бабушки жила, а вот работала ли она на стройке со мной, ну, что-то мне кажется. Она рассказывала о том, как были взаимоотношения, когда она вами забеременела? У папы с мамой? Или с бабушкой вашей мамой? Какие были взаимоотношения? Ну, именно когда забеременела, не помню так, а вот то, что беременна была и заставляла там, не знаю, унитаз там мыть на коленях, ну, она шваброй, мама, к примеру, слышала историю, помыть там швабру берет, она говорит, да не так надо, надо вот на колени тогда лучше убирается. Ну, в таком плане, когда уже там, не то, что в туалет зайти не хочется уборку делать, а еще и, так сказать, чуть ли не ползать. Ну, и прочие другие там всякие ситуации. То есть бабушка полицейский? Ну, прям да, такой, можно сказать. Да, прям вот такой человек. Хорошо, давайте поработаем. Итак, Алексей, мне один день, я вживотил свою маму. Мне один день, я вживотил свою маму. В этот момент ко мне приходит Бог и говорит, дорогой Алексей, в твоей жизни получится так, что когда твоя мама узнает, что тобой беременна, и ей будет очень некомфортно в первые месяцы жизни, поскольку твои родители будут жить вместе со своей бабушкой, папиной мамой, и та будет диктовать условия. И жилищные условия будут не самые комфортные, и атмосфера будет не самая ранняя. И ты будешь эту тяжесть, которая будет передаваться от мамы, сам ощущать. И даже бабушка будет считать твою беременность тобой, и появление твоего на свет тоже не своевременно. Но все это для любви, для радости, для счастья. Это для того, чтобы ты ощутил себя абсолютно счастливым, самодостаточным и уверенным в себе мальчиком, а в будущем мужчиной. Это для того, чтобы ты радовался каждому мигу своей жизни просто так и без всякой причины. Это для того, чтобы ты легко и просто создал гармоничные, счастливые семейные взаимоотношения, в которых бы легко и просто появлялись бы дети. Как ощущения? Хорошо, прям тепло так, приятно. Итак, Алексей, жена моя беременна, да? Угу. Пятый месяц. Как ощущения сейчас в тебе? Очень приятный. Что приятно? Ну, прям, не знаю, хочется прям ее обнять и так немного даже где-то и подшутить, и порадоваться. Прям такой много энергии. То есть, просто есть нормальное, хорошее, человеческое воодушевление. Угу. Они чувствуют гордость из-за себя, которая доказывает, что ее может. Нет, тут прям какое-то такое, знаете, как хочется ей обнять и так чуть подшутить где-то там, и там, как говорится, ей похлопать. Я понял. Ну, хорошо, Алексей. Ну, все, желаем вам успеха в этом вопросе. Да, спасибо большое. Спасибо. Все те люди, которые смотрят эфир, да. Удачи вам. Спасибо. Всего доброго. Счастливо. До свидания.